Мы рады приветствовать вас на презентации киножурнала «Земля у Байкала» за 2015 год. Традиция снимать кинохронику сложилась в нашей области еще в советское время. И теперь, благодаря поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области, вот уже четвертый год съемочная группа кинофонда продолжает эту традицию, снимать сюжеты о жизни Иркутской области. Съемочной группе кинофонда удалось побывать в славном городе Устилимске, где осенью проходил творческий конкурс «Лаборатория ремесел». О тонко чувствующих людях, умеющих выразить неуловимую красоту природы. Все помнят, как задыхался Байкал прошлым летом до улицных пожаров. И тогда множество волонтеров, множество простых людей отправились их тушить. Мы летали на небольшом самолете, там, над Альхоном, над Байкал-Ларенским зубоведником. И вот то, что я там снимал, то, что я там видел, нужно было как-то это показать вообще людям. А просто съемки самолета очень сложно же показать, нужно к чему-то привязывать. И вот, наверное, главный повод этого фильма, конечно, не только волонтерское движение, но и вот, чтобы вы посмотрели, что там, на самом деле, не по газетам, не по журналам, не по новостям, а реальной картине. Люди прекрасные, неравнодушные люди. Вот чем мы можем гордиться. Целый наш край и даже маленькая деревенька. Что смогли сделать обычные школьники в деревне Ченюховского района? Они каким-то образом, каким-то образом прорвались к Путину, вот это, когда идет вот этот мост телевизионный. И сказали, что на школу-то закрыли. Путин сказал, как закрыли? Открыть. И школу приоткрыли. Личность авторов кино всегда остается за кадром. Съемочная группа Иркутско-областного кинофонда провела один день с Евгением Алексеевичем. Я хочу сказать, что благодаря этому проекту есть удивительная возможность общаться с уникальными людьми. И с Евгением Алексеевичем Корзуном, и с Владимиром Петровичем Скифом. В год литературы, в 15-й год, Владимир Петрович Скиф отпраздновал юбилей. Вот такая случайная не случайность. Мы были на том юбилее, но хочу сказать, что семья Владимира Петровича Скифа – это талантливые грибники. И в один из последних теплых дней мы поехали собирать грибы. И мы говорили о поэзии, собирали грибы. Владимир Петрович вернулся после этой поездки с новым стихотворением, которое прочитал мне по телефону. А мы вернулись с сюжетом. Как хорошо служить России и знамя чести поднимать. Как горестно свое бессилие в служении этом понимать. Прежде всего я бы хотел поздравить, ну можно такое слово употребить, киношников? Можно, да? Режиссеров, операторов, монтажеров с открытием года кино. Что такое День Победы? Это утренний парад. Едут танки и ракеты. Марширует строй солдат. Это фрукты и конфеты. Это запахи весны. Что такое День Победы? Это значит, нет войны. Одним из важнейших событий 2015 года, конечно же, стало празднование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Иркутяне, жители нашей области, в едином душевном порыве присоединились к общероссийской инициативе. И 9 мая вышли на улицы города с портретами своих дорогих родственников-ветеранов. Прекрасно то, что сохраняются традиции. Те традиции, которые делали великие мастера, и режиссеры, и операторы. Это великое искусство остановить время. Единственный вид искусства, который может остановить время. Вот Владимир Петрович с Хиев через 100 лет будет на том же месте и в тех же предлагаемых обстоятельствах. Вы находите вот те неведомые пути, ниточки до сердец зрителей, которые тревожат, которые волнуют. И я думаю, что, конечно, стать мастером можно, нужно, вернее, очень много потрудиться. Продолжение следует...